Это ежедневная проверка качества уборки от снега. Недостатки надо устранить. Даем на это сутки. За нарушение составляют протоколы об административном правонарушении в адрес управляющей организации. Обязанность выбора управляющей организации лежит на собственнике многоквартирного дома. То есть каждый собственный многоквартирного дома является заказчиком данных работ. И, соответственно, в первую очередь ему нужно спросить со своей управляющей организацией. В ходе рейда на этой неделе в Ленинском районе было проверено 318 многоквартирных домов. В 66 случаях были выписаны уведомления по устранению недостатков. Вчера вечером при обследовании данной территории мы выдали еще одно уведомление именно о подсыпке после очистки. И можем видеть, осталась одна сосулька. Территория огорожена. В принципе, можно хорошо организовать уборку территории. Во дворах домов по улице Ленина ситуация аховая. На дороге снежная колея, сугробы наледь. Здесь автолюбители, которые приехали по делам в центр, устроили бесплатную стоянку на придомовой территории. Что касается Ленина, 78-80, неоднократно управляющая компания уже пыталась убрать этот двор. Допуск на территорию там доступен для всех. По итогам рейда по этим адресам на управляющую компанию центр составлены акты об неудовлетворительном содержании придомовой территории. Эти дворы проверят вновь в ближайшее время. В любом случае за нормативное содержание территории несет ответственность управляющая компания. Обязано перед собственниками отчитаться за содержание дворовой территории. Также содержание кровли, отсутствие сосудей, свесов на кровлях жилых домов. Контроль в данной сфере осуществляет инспекция государственного жилищного надзора, администрация города Перми. С замечаниями по уборке придомовых территорий необходимо звонить диспетчерскую управляющую компанию или ТСЖ. Если реакции не последовало, следующая инстанция – районная администрация и инспекция государственного жилищного надзора Пермского края.